Число случаев ветряной оспы среди детей утроилось по сравнению с показателями до пандемии. Более того, регистрируют все больше случаев, когда вирус напрямую атакует мозг. Специалисты предполагают, что это связано с ранее перенесенной ими коронавирусной инфекцией, что ослабило детский иммунитет. Это явление даже стало предметом обширного исследования в нашей стране. 37-летняя Алина Спатару лежит в столичной детско-инфекционной больнице со своей 9-месячной дочкой, которая заразилась ветряной оспой. Женщина говорит, что решилась на госпитализацию после того, как у девочки три дня подряд держалась высокая температура – 38,5 градусов. Врачи обнаружили, что печень девочки очень сильно пострадала из-за болезни. Мой средний сын переболел два раза. Даже не знала, что такое возможно. Ему пять лет. Когда через два месяца заболел, во второй раз девочка от него заразилась. Женщина говорит, что ее средний сын легко перенес болезнь. А вот у дочери развилась тяжелая форма. Мать объясняет это тем, что она переболела коронавирусной инфекцией во время беременности. И медики говорят, что в больницу поступают все больше детей с ветряной оспой в тяжелом состоянии. И большинство из них ранее перенесли коронавирус. Две недели назад у нас лежала девочка с ветряной оспой, с осложнением энцефалит. Когда появилась сыпь, мать отвела ее к семейному врачу и лечила ребенка дома. На седьмой день девочка играла во дворе, и мать нашла ее бессознание. Возможно, ковид повлиял на иммунитет детей. Инфекция поразила мозг девочки. Но пациентка вовремя попала в отделение интенсивной терапии. Врачам удалось спасти ей жизнь. Среди других – осложнений, которые часто встречаются в последние месяцы у больных ветряной оспой. Пневмония, заражение крови, поражение нервной системы. Они плохо ходят и даже страдают тремором. Возможно, и другие неспецифические осложнения, такие как суперинфекция сыпи, инфицирование клеток стрептококком или стафилококком. Врачи говорят, что сейчас такие случаи стали нормой, в то время как до пандемии были лишь исключением. Да, и в целом число госпитализированных больных возросло. В 2016-2017 годах, то есть до пандемии, в период март-апрель-май, у нас было 9, 16 и 4 случая ветрянки у детей. В 2021-22 годах в эти месяцы есть явный прирост. 36, 40, 32 случая детей с ветряной оспой. По словам детских инфекционистов, обострение ветряной оспы у детей стало предметом обширного изучения в нашей стране. Результаты исследований будут опубликованы осенью. Источники, задействованные в подготовке научного труда, рассказали нам, что причиной ослабления иммунитета у маленьких пациентов могла стать перенесенная ковид-инфекция.